Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 3 сентября. И сегодня я хочу поговорить именно о себе, о своем бизнесе. Листая папку с цветами для очередного видео, я наткнулась на цветы, которые, казалось бы, имеют большое значение в течение года, так как мы их готовим всю зиму. Это цветы на 8 марта. Вот в данный момент как раз мы их садим. И так получается каждый год, что период этот у нас такой горячий. Я не успеваю выложить цветочки, которые мы растим всю зиму. Поэтому я решила создать это видео. И в этом видео будут только мои фотографии, которые я делала весной, перед 8 марта. Несколько видеороликов. Вы можете посмотреть, какие же растения, растущие всю зиму, получаются у нас к 8 марта. Как они выглядят. Фото я буду использовать еще 2013 года. Занимаемся выращиванием растений мы очень давно. Занимаемся буквально еще с 2004-2005 года. Уже мы начали этот бизнес. Потихоньку в него включаться, вникать. И, конечно, на данный период получили очень большой опыт. Как говорится, на своих ошибках. На тот момент еще не был так развит YouTube, чтобы получать информацию. А все, как говорится, находили в литературе. А также набивали шишки, совершая свои ошибки. Понимая, в чем были наши недоработки. И вот как раз папку, которую я нашла. Эта папка была за 2013 год. На 8 марта такие цветы мы выращивали. Здесь как раз очень большой ассортимент и виолка, и пеларгония, и цикламены, и примулы. Также и рисы из луковичных. Других много луковичных, крокусы, гиацинты. За все эти годы, конечно, получили очень большой, колоссальный опыт. И фактически про любое растение могу давать рекомендации. Так как было прочитано много книг, занималась я не только растениями для выгонки на 8 марта, а выращивала экзоты. И практически с каждым растением имела дело. Я вообще по жизни такой цветофоб, можно сказать. И когда начали после распада Союза появляться цветочные магазины, экзотические растения с Европы, я заходила туда и наслаждалась вот этим видом, этими цветами. И все цветы, которые были в то время, я их пропустила через себя. С чего именно начался мой цветочный бизнес? Вот все цветы, которые были в цветочном магазине, я приобретала, занималась делением кустов, оставляла их на доращивание. И часть уже деленных кустов, которые уже шли в рост, выносила на продажу. Поэтому все, что было в магазинах, как бы я попробовала, пропустила через свои руки. Многие цветы, конечно, абсолютно не капризные, даже из экзотов. Но есть цветы, которые очень требовательны. И приходилось создавать специальные условия, специальные теплички, для того, чтобы этот цветок жил. Вообще, при покупке растений, обычно люди смотрят, какой угол комнаты они хотят украсить. И идут выбирают для этого цветок. Так вот, для них я хотела бы посоветовать, что в первую очередь, когда я приобретала растения, я изучала все нюансы, те, которые нужны этому растению. Прежде чем покупать себе растения, нужно досконально изучить, насколько требовательно растение к освещению, насколько оно требовательно к влажности. Когда вы берете красивое цветущее растение и ставите его на стол в центре комнаты, то понятно, что долго оно не будет вас радовать, так как для обильного цветения требуется очень много света. Поэтому, прежде чем выбрать для себя нового жильца, обязательно изучите его требования. Обязательно изучите, что же он любит, где именно это растение растет в природе. Потому что, покупая шикарную колотею, и ставя ее зимой возле отопительных приборов, вы столкнетесь с очень печальным опытом. И все эти моменты, пожалуйста, учитывайте, и вас не будут огорчать и разочаровывать эти прекрасные растения. Занимаюсь я выращиванием растения. Это для меня как хобби, но и в то же время как бизнес, так как основной источник дохода я получаю именно отсюда. Ну и, как говорится, совмещаю полезное с приятным. Цветы вдохновляют, цветы воодушевляют, наполняют энергией. Мне очень нравится делиться этой красотой с другими людьми. Пишите в комментариях вопросы, что бы вас интересовало, что бы вы хотели увидеть в моих новых видеороликах. Я очень рада с вами общаться. Я люблю говорить на эту тему бесконечно. Главное, чтобы позволяло время. Так как работы занимают они тоже огромное количество. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!